привет ты в мире капюшона вот и наступил 21 год так что с новым годом вас с новым счастьем как говорится пусть этот год будет лучше предыдущего пусть все мечты сбываются ну и побольше лего естественно ну и первый ролик в новом году естественно будет у меня с новым набором это lego creator 3114 мотоциклы на этот раз основной мотоцикл спортивный такой более байкерский городской можно так сказать пустынный и аэробайк ну или какой-нибудь байк будущего с обратной стороны практически ничего и не показано только единственное что показана функция что у спортивного есть как подвеска рессор в наборе три инструкции ну ничего необычного но и перед тем как приступить к самому набору посмотрим из чего же он состоит как мы видим в основном здесь используются черные и серые детали и закрываются голубыми из интересных деталей сразу бросается то что здесь есть вот такой вот суппорт подвеска на самом деле это такой недорогой набор в котором можно получить такую деталь и она очень полезна в разных самоделках также из больших деталей интересных вот эти колеса которые ну я лично встречаю впервые ну и как мне кажется в других наборах они вроде как не появлялись и вот такое интересное стекло что же до остальных деталей здесь в принципе всего два кубика такой вот темно-серый и обычный серый два угловых кубика в основном здесь пластинки голубого цвета и серого темно-серого и очень много деталей которые с боковым креплением как светло-серых так и разных черных также есть небольшие детальки вот белого цвета и такие же только обратно из черного довольно большом количестве что интересно что так здесь много скосиков разных коктейлов скосов так и в принципе вот таких голубого цвета темно-синего черного и в принципе все в принципе этот набор подойдет всем любому кто любит строить самоделки этот набор будет полезен здесь есть и трещотки и техника элементы клипсы шарниров тут к сожалению нет но всех остальных деталей будет полно я бы сказал что это больше набор для тех кто любит строить автомобили транспорт но если вы любите строить тех же роботов мехов или дома тут уже будут небольшие проблемы если на роботов можно добавить какие-нибудь шарниры построить из них уже довольно приличного меха то какую-то постройку в виде здания из этого построить будет уже проблематично но детали для построек микромасштаба здесь хватает да и техник элементов тоже здесь достаточно чтобы построить какой-нибудь минимальный механизм или придать ваши самоделки какой-нибудь функционал но поехали к набору ну и сам мотоцикл сразу бросается в глаза его основная функция это подвеска и хочется сказать что она на удивление тугая чтобы ну так сказать попружинить попрыгать на мотоцикле нужно приложить небольшое усилие дополнительные функции небольшие это подставка и поворот руля на полке стоять он будет очень красиво несмотря на то что это даже не полочный набора просто набор creator также из небольших движущихся деталей это вот это вот задняя часть багажник и стекло хотя странно стеклом это и назвать то по сути нельзя потому что но если сюда посадить какого-нибудь водителя то она не закрывает его стекло по идее должно быть какое-то ну вот такое что ли защищающая но вот это вот она никак не защищает что касается конструкции то собирать его было довольно интересно потому что тут сочетаются детали систем и техник и это соединение выглядит очень интересно и ты не устаешь от сборки понимаешь в принципе что ты собираешь и узнаешь новые элементы новые соединения так сказать что до конструкции единственное что можно придраться и так вот это вот дыре посередине ну и для некоторых это открытые пины на самом деле это creator это набор в котором нужно креативить и он в принципе не про то что он полностью детализирован закрыт и передает черты оригинала это просто мотоцикл спортивного вида который будет стоять на полке или которые вы разберете будете собирать из него нечто другое даже на самой коробке показано что из него можно собрать некоторые другие варианты ну и пока я собирал этот конструктор этот набор именно вот эту модель главный минус того что мне показалось этой конструкции вот именно вот этот багажник если ты захочешь по прыгать на этом мотоцикле то если ты будешь нажимать вот так то у тебя просто отскочит вот эта деталь снизу ну и как по мне он просто очень высоко поднятый также в основном это очень красивый мотоцикл который можно поставить на полку и там его и оставить потому что выглядит он внушительных размеров внушительно и небольшая заметка тут есть одна напринтованная деталь который я раньше никогда не встречал довольно интересная деталь спидометр тахометр очень полезно для тех кто занимается самоделками по мотоциклам по машинам очень удобно будет для мини масштаба даже использовать ты в принципе в любых других самоделках где используются какие-то датчики какие-то измерители это очень будет полезно второй байк из этого набора как по мне он ничем не уступает первому да тут уже нет функции подвески но он сам по себе выглядит более брутально по-настоящему что ли снизу немножко пустоват тут мне кажется большое расстояние до колеса да и впереди большое пустое место которое можно было бы заполнить но исходя из тех деталей которые остались осталось их ну не так уж и мало не так уж и много то есть то тут уже сложно судить мне кажется что данная конструкция данная постройка этот мотоцикл он как-то больше подходит о по реализму даже но тут есть одна вот странная функция но если это можно назвать функцией чтобы фонарь светил вперед нужно поднять вот эту вот деталь часть но если смотреть место водителя то как можно следить за скоростью оборотами если он просто вот так закрыт тут ничего уже не будет видно приходится немножко опускать фару вниз та же функция подставки которая держит этот мотоцикл и позволяет его поставить просто на полку несмотря на то что функции у него здесь урезаны относительно 1 постройки внешним видом он явно ему не проигрывает но и осталось посмотреть третью постройку аэробайк собирается он довольно просто относительно тех же 1 2 постройки после него остается вот такое количество деталей это практически полнобора но выглядит он все равно интересно забавно футуристично как-то как будто это мотоцикл из будущего узнаются формы современных мотоциклов но все равно это уже совсем не то и выглядит по-другому спереди он выглядит как-то зловеще но в целом это похоже на мотоцикл из какого-то фильма типа звездных воин или что-то типа такого где уже машины все летают что касается постройки конструкции то собирается он очень просто используется мало деталей как уже было сказано и есть некоторые недочеты вот вроде открытых боковых частей которые можно спокойно закрыть было дополнительными деталями вот эти прозрачные оранжевые части зачем-то спрятали хотя есть такие же детали только серого цвета которые но не выделялись бы а эти оранжевые можно было бы поставить например вот на крылья и были поворотниками ну и вот вот эти детали которые остались вот такие обычные тайлы и можно было бы легко закрыть эти пины и это не выглядело бы ужасно или плохо но детальки вы использовались что по функциям здесь по сути функции никаких нет но если не учитывать то что вот эти рукояти ручки руля они двигаются ну и крылья немножко регулируется все равно относительно тех мотоциклов это видно что третья постройка устроенная по остаточному принципу но при этом кому-то она может понравиться подводим итоги я решил оставить второй мотоцикл себе на полку потому что ну по мне это самое лучшее самая красивая постройка из всех трех да у него нет функции подвески но и и как раз можно использовать других своих самоделок а этот будет украшать одну из моих полок что касательно набора он очень полезен для самоделок и в принципе как улочный экземпляр он тоже отличный да и за такую цену вы получаете очень много полезных деталей тут три постройки на любителя кому нравится спортивные мотоциклы кому нравится более дорожные байки а кому-то и вовсе футуристичные фантастичные такие так что я считаю что данный набор вполне удачный тем более цена у него не такая дорогая так что я смело могу советовать покупать этот набор и стройте тот байк который вам по душе который вам понравится все три чем-то хороши да и не без недостатков но все три хороши так что для меня этот набор стал своего рода открытием и причем открытием хорошим такой вот набор ставьте лайки подписывайтесь пишите комментарии интересно узнать ваше мнение я пойду искать новые наборы старые наборы самоделки строить для следующих роликов там и увидимся пока а